здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу пояснить немножечко у меня были вопросы о том что же я все-таки покупаю я рассказывал я показывал свою структуру инвестиций и когда рассказываю говорю но ты но но ты но ты покупаете сам то я покупаю вот здесь написано автокол и вот здесь автокол у меня на 200 тысяч рублей и у людей возникает законные вопросы то есть я то говорю про ноты то структуру структурные продукты какие-то а сам покупаю автокол и что же это такое на самом деле чем они отличаются и почему я где здесь что-то я не так говорю и были вопросы что же такое автокол смотрите на бирже существует масса всяких продуктов для инвестиций это облигации акции там есть валюта вот и есть всякие фьючерсы и опционы с фьючерсами еще как-то можно что-то сообразить с опционами уже сильно сложнее все даже вот те кто прошел биржу для чайников когда я начал рассказывать начинаю рассказывать про опционы там люди уже хватаются за голову горит не слишком сложно опционы это очень интересные инструменты с ними можно сделать очень очень интересные конструкции и эти конструкции позволяют там но скажем получать прибыль если скажем ну всем понятно что если актив растет то купил и сиди это понятно а вот если он не растет а вот так вот болтается как получить прибыль ну здесь приходят на помощь опционы а если актив падает то в общем сказать бессрочного рынка вам не обойтись опционы там очень очень сильно помогают заработать и ну как бы если мы ожидаем резкого движения на рынке блин есть на пота с опционами очень интересные стратегии то есть с опционами все очень очень интересно но у них трудно разобраться и вот поэтому поэтому вот эти вот структуры из опционов всяких из вспомогательных инструментов их конструирует уже профессионалы и здесь уже не надо ничего разбираться то есть они сконструировали вот такую штуку и говорят вот ребята смотрите вот такая штука она принесет вам прибыль в таком размере тогда-то тогда-то и есть инструменты защиты капитала есть инструменты в виде нот с фиксированной доходностью но при определенных условиях и с рисками вот и все эти вот такие вот конструкции называются структурные продукты а структурные продукты свою очередь бывают нескольких видов структурные продукты есть защитой капитала и есть структурные продукты так называемые автоколы на корзину компаний вот поэтому вот они так и подразделяются и давайте сейчас обратимся к опять же личному кабинету открытия у меня вы видели в личном кабинете автоколы а вот здесь вот есть раздел структурные продукты структурные продукты еще раз это структура из всяких там инструментов но они подразделяются на два крупных класса как бы купонные и защитные и это разные структурные продукты вот то о чем я говорил но ты это есть купонный структурный продукт так называемый автокол и есть защитные продукты там всего один инструмент но вы видите стопроцентная защита капитала вы выбираете то что вы хотите если вы хотите чтобы ваши денежки ни в коем случае не упали даже если что-то упадет то вот вам структурный продукт защитой капитала на какой-то актив выбирается вот например на золото я рассказывал что я взял один из таких активов полтора года назад структурный продукт на золото потому что если вдруг случится кризис то обычно в кризис золото растет и если золото вырастет то я получаю какой-то процент от роста этого актива вот он 55 процентов в данном случае если золото вдруг упадет в цене то я ничего не потеряю очень такой приятный продукт давайте посмотрим на него подробнее стопроцентная защита участие в капитале и так далее актив продукта spdr gold shares это что такое это такой есть фонд который просто собирает деньги в складчину в складчину покупают просто металлическое золото и кладут его на хранение в америке где хранятся все золотые запасы вот туда на хранение отдают все то есть металлическое золото куплено и она положена туда куда надо на любые суммы потому что даже если вы купите металлическое золото вопрос возникает где его хранить как его продавать потом здесь все эти вопросы решены ну на самом деле здесь есть три варианта стопроцентная защита капитала 98 процентов защиты капитала и 95 защита капитала и соответственно коэффициент участия 55 процентов 70 или 90 но у меня взят защиты капитала 98 процентов то есть если золото упадет цене то я могу потерять 2 процента если золото вырастет цене то я получаю 70 процентов от роста золота вот так вот ну здесь минимальная сумма 250 тысяч что я могу сказать про этот продукт это конструкция на самом деле конструкция очень очень простая покупается покупается ну почти о фз то есть здесь покупаются кобры казначейские обязательства банка россии их может покупать только профессиональный участок фондового рынка которым является брокер в частности вот брокер покупает кобры это немножечко покруче чем о фз вот надежность там ну просто надежность банка россии понимаете это гарантии вот то есть стопроцентная гарантия того что да и он дает фиксированную доходность вот эти вот ну о фз или кобры так что в конце срока вот этого действия продукта я точно получу все свои денежки но в частности есть например процент доходности там скажем 6 процентов 63 18 то значит 100 минус 18 процентов получается сколько там 82 процента вот на 82 процента моих денег берутся вот эти вот самые кобры или так сказать ну грубо говоря о фз вот а на остальные деньги покупаются что покупается опцион покупается я думаю вот на как раз вот эти вот spdr gold shares все и если данный актив растет то опцион растет пропорционально если данный продукт spdr gold shares падает то есть если золото падает в цене то опцион он превращается в ноль соответственно ну получается что я возвращаю свои деньги здесь все просто теперь вторая группа активов это купонные мы возвращаемся и вот они купонные то что я говорил здесь несколько видов на самом деле их очень много если вы хотите другие какие-то обратитесь к своему менеджеру от открытия брокер он вам расскажет какие есть еще я вчера там был мне сказали что там порядка 70 видов вот здесь только представлено 6 самые ну такие самые ликвидные самые простые и самые доступные вот почему они самые доступные потому что они доступны при суммах от 100 тысяч рублей остальные там но подороже как правило ну мне больше всего нравится я уже говорил номер один номер два номер три с ежемесячным потенциалом на один год это инструмент на корзину валют на корзину компаний то есть в каждом из них по четыре компании есть ежемесячные периоды наблюдения и в каждый период наблюдения выплачивается купонная доходность которая ну заранее оговаривается и вот тот самый автокол который у меня есть в портфеле про который я рассказывал смотрите корзина из четырех компаний алроса московская биржа нлмк и сбербанк привилегированные были куплены 31 10 но здесь 31 10 на самом деле они чуть раньше 29 куплены вот на тот момент зафиксирована цена 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 при покупке и дальше эти акции как-то меняются и если все акции вот здесь барьер отзыва ноты если все четыре компании выросли на период наблюдения период наблюдения каждые 30 дней то соответственно что но то отзывается что такое отзыв ноты кто-то написал что вот но то отзывается это плохо на самом деле это неплохо это значит что я получаю свой купон из расчета 20 процентов годовых но всего за один месяц то есть 20 поделить на 12 1,67 процента и я его получил потому что одна из акций это акция сбербанка оказалось хуже всех какие здесь риски здесь есть вот нижняя граница это купонный барьер и защитный барьер что это такое но в данном случае они находятся это 85 процентов от начальной стоимости всех активов и вот здесь вот здесь есть тонкость небольшая смотрите если хотя бы одна из этих акций находится ниже чем купонный барьер то на момент наблюдений то есть она может быть вот сюда хоть все четыре уйти а потом вот сюда все четыре подняться вот но на момент наблюдения на момент наблюдения должно быть следующая что если хотя бы одна акция ниже то купон не выплачивается И все. И больше ничего. Нота не закрывается, она продолжает свое действие. Просто здесь купон не выплачивается, а запоминается до следующего периода наблюдения. Наступает следующий период наблюдения. Если все четыре компании выше, чем купонный барьер, то выплачивается и этот барьер, и все те, которые были не выплачены до этого. То есть эффект памяти есть. А что такое барьер отзыва? Так вот, смотрите. Если все четыре выше, чем барьер отзыва, то нота закрывается досрочно. А вот если за весь год существования такого ни разу, ни в один период наблюдения не произошло, то через год наступает момент закрытия, то есть экспирации данного продукта. И вот только в этот момент, если вдруг, если вдруг она дожила, вот эта самая нота или автокол, если она дожила до конца срока действия, вот тогда действует защитный барьер. Что это такое? Если хотя бы одна акция, то есть самая-самая худшая акция находится ниже, чем защитный барьер, то вы получаете не деньги, а вы получаете акции вот этой самой плохой компании, но на все деньги, которые вот она стоила вот здесь. Понимаете? Вот так. Вот такие условия. То есть здесь есть риск определенный. Какие еще минусы у этих нот? Минус следующий, что вот она берется на один год, и вы знаете, досрочно, если вы захотите забрать деньги, у вас не получится, скорее всего. Потому что этот инструмент крайне низколиквидный, то есть продать его достаточно сложно без потерь. Вот такие минусы. Но зато, смотрите, если вот акции не растут, не падают, вот все корзины валют, ну не растет, не падает, как корзина акций, то мы получаем прибыль. А почему я считаю, что это наиболее интересный продукт в данный момент времени? Ну, давайте сейчас переключимся вот на этот график. Посмотрите, вот здесь индекс S&P 500. Это индекс 500 главных американских компаний, средняя температура по больнице, как бы, по акциям. И вот здесь вот, посмотрите, ну акции как-то росли, то растут, то падают, то растут, то падают. Но, вот, в понедельник Трамп взял, не Трамп, а Конгресс США, и решили ввести против Китая какие-то санкции, как раз в то время, когда Трамп пытается с Китаем договориться о торговле. Вот, и, соответственно, китайцы говорят, да вы что, ребята, и, значит, все тут же грохнулось, а потом, значит, подержалось немножко, и на следующий день грохнулось еще больше. Давайте посмотрим, насколько это вот серьезный удар. Давайте посмотрим, ну, в другом масштабе немножечко. Вот в таком масштабе. Посмотрите, вот оно, это падение, вот оно. И давайте посмотрим, вот в середине сентября, посмотрите, намного больше все это падало. Вы помните, что было в середине сентября? Да ничего вы не помните, потому что, ну, как-то незаметно это прошло. Ну, и сейчас, в общем-то, тоже пока это незаметно, это не так серьезное падение. А вот в августе было достаточно так, это самое, напряженно, потому что как раз вот только, по-моему, и начинались эти трения между Трампом и Китаем. Здесь так посерьезнее упало. С 3000 примерно 80 там было до 2800. Но все равно, давайте вспомним, какой купонный барьер? 15 процентов. А вот здесь вот от 3000 до 2800 10 процентов нет. Понимаете? То есть вот при таком падении, вот при таком вот падении мы ничего не теряем. Мы получаем 20 процентов годовых в плюс. Понимаете? То есть акции не растут, не падают, болтаются, а мы получаем доходность 20 процентов годовых. Я считаю, что это очень хороший инструмент. Вот, посмотрите, вот здесь вот, например, да? Ну, 2950, пусть будет 3000. 3000 умножаем на 20 процентов, получается 3600, да? То есть вот 20 процентов, где-то 3600. То есть мы это гарантированно получаем, а они до сих пор этого не выросли, да? И давайте посмотрим, вот что было вот здесь вот. А вот здесь вот они упали как раз на где-то 14 процентов. Насколько я помню, это декабрь прошлого года. Напоминаю, декабрь прошлого года было очень серьезное падение индекса S&P 500. И вот тут американцы начали там и ставку свою снижать, и прочее, и прочее, и прочее. Вот, и в результате вот этих действий вроде все выправилось. Вот здесь 14 процентов. В декабре прошлого года. Напоминаю, что сейчас декабрь. Это ровно год назад. Смотрите, не начало ли это движение вниз? Вот такого же. Теперь дальше смотрим. Вот он, декабрь прошлого года. Вот он. Понимаете? А до этого все росло просто как на дрожжах. Посмотрите. И вот здесь вот, ну куда оно упадет? Ну, вот так вот упадет. И дальше будет здесь болтаться. Поэтому я считаю, что ноты вполне себе хороший инструмент. То есть, на данный момент, смотрите, ну, по показателям безработица очень низкая в США. Ставку снижать еще есть куда. То есть, у них есть еще пространство для маневра. Поэтому пока, да, и кроме всего прочего, не забываем, что через год выборы президента США. Ну, и Трамп сделает все, чтобы индекс S&P 500 не упал. Ну, а потом трава не расти. Вот. И вот поэтому именно я считаю, что вот эти самые ноты в данный момент являются самым неплохим инструментом. И теперь давайте уже вернемся к сейчас снова к экрану. Вот, посмотрите. Я рассказывал про те ноты, которые есть. Нота номер один, нота номер два, нота номер три. И вот я их приобрел. Вот эта вот нота, которую я самую первую приобрел, я рассказывал, что я получил уже первый купонный доход. Почему я его получил? Потому что самая плохая акция, это были акции Сбербанка. Вот она опустилась ниже. Ну, ниже нуля был рост, то есть отрицательный рост, то есть она упала. Вот, все остальные выросли. Пожалуйста, я здесь получил. Вторая нота, которую я открыл, это на 150 тысяч. Я приобрел ее. Нота номер три, которая. Она на счете жены, я говорил. Вот, я об этом рассказывал. И буквально в конце этой недели, в пятницу, будет первый период наблюдения по этому купону. Давайте посмотрим, что с этой нотой на данный момент. На данный момент, вот сейчас в связи с этим падением, у меня минус три с половиной процента. Это что? Так, Роснефть. Да, Роснефть и Сбербанк на сколько? Нет, Северсталь. Северсталь. Роснефть и Северсталь, они находятся ниже нуля, то есть они немножечко упали. На настоящий момент, если до пятницы они не поднимутся, то я получу свой первый купон. И потом 20 какого-то еще числа, еще один период наблюдения уже вот по этой ноте, которая открыта немножечко позже. Тоже та же самая нота номер один, но немножечко позже. Пожалуйста, вот оно. Когда лучше открывать ноты? Ну, когда акции упали, потому что у нас больше простор для действия. Вот, поэтому я хочу открыть еще три таких же инструмента, еще на 300 тысяч я хочу вложить на ИИС. Почему? Потому что, ну, во-первых, ИИС дает возврат НДФЛ 13%. У меня в этом году очень большой НДФЛ, там, ну, сильно больше, чем с 400 тысяч рублей. Вот, поэтому, ну, 52 тысячи на дороге не валяются. Я решил вложить 400 тысяч наскрести. Ну, пока 100 нашел. Еще 300, ну, я надеюсь, что я найду в ближайшее время. И я вам о всем этом расскажу. Я убежден, что ноты – это хороший продукт. Вы найдете без труда в интернете много негатива на эти ноты. Там будут говорить все, что угодно. Вот, но я убежден, еще раз говорю, что ноты – это хороший продукт. И вот насчет негатива, значит, я очень благодарен своему одному подписчику. Это Олег, мы с ним очень активно занимаемся всякими инструментами. Типа опционов мы с ним вместе их изучаем. Он обнаружил в интернете вот такую штуку. Это вот такая наиболее грамотная критика вот этих инструментов. Вот я вам дословно прочитаю. Сейчас я расскажу, почему это критика. Смотрите. Юрий, добрый вечер. Я посмотрел видео, решил заняться темой структурных продуктов. Думал давно, но там постоянно тема опционов. Так вот, пришлось разобраться с опционами. Вот что я нашел. И он дальше цитирует. Вместо него можно купить базовый актив и продать опцион на базовый актив. Потенциальная прибыль продукта фиксированная, а вот риск не ограничен. Данный продукт часто является темой для брокерских спекуляций. Вроде в случае падения стоимости базового актива, вам возвращается базовый актив по номинальной цене. Очень хитро завуалированная версия. Вы потеряете кучу бабла, если упадет в стоимости базовый актив. Также встречается под кодовым именем доходный продукт. Ну, я могу сказать, что под кодовым именем структурный продукт, под кодовым именем нота, под кодовым именем автокол. Вот. И здесь написано продукт с несколькими базовыми активами и условной защитой капитала. Вот финансовый результат. Смотрите. Вот это вот цена базового актива, цена всех активов на момент покупки. И если цена растет, то ваша прибыль не растет. Ну, он просто отзывается. А если цена падает, то до определенного момента вы остаетесь с прибылью. Ну, здесь 20%. Для примера, в данном случае 20%. Но если цена падает дальше, то вот ваши денежки падают по цене самого худшего актива. Вот так. И, значит, здесь читаю дальше. Смотрите, здесь очень интересно. Такой продукт не получится составить самостоятельно. Это правда. Потому как часть риска никак не компенсируется. Явно. Ну, не поэтому, на самом деле. Потому что, так сказать, потому что их не получится самим сделать точно. Вот. Там очень специальные опционы, которые, ну, они делаются, опять же, профессиональными участниками. Самое печальное, что я встречал такие продукты и у БКС, это самое печальное, и у открытия самых крупных российских брокеров. Также встречается под кодовым именем Автокол. Это еще более рисковая продукта с условной защитой. В случае падения стоимости хотя бы одного из базовых активов ниже установленного лимита, вы получаете обратно все деньги в номинале этого базового актива. То есть, прибыль складывается, а риск умножается. Да, это так. Хотелось бы услышать ваше мнение. Это уже Олег пишет по указанному вопросу. Ну, и дальше Олег тут анализирует, вряд ли кто-то что-то поймет, потому что здесь, ну, как конструируется. Ну, вот здесь написано, первое, облигация на базовый актив, купон на опцион ПУД. На самом деле не облигация, на самом деле это КОБРа, это то, что я сказал, инструмент защиты капитала. Это первый вариант, он самый простой. Второй, третий, ну, вы не поймете, но вот именно так это конструируется. То есть, короче говоря, здесь в негативном свете об этом рассказывается, но где? Друзья мои, это в негативном свете рассказывается на сайте банки.ру. Вот где. Потому что они заинтересованы. Это банкиры. Банкиры заинтересованы в чем? Чтобы вы приходили в банк, клали им деньги, а они их куда-то, значит, там как-то использовали. И они говорят, что вот это вот, вот сюда надо вкладывать. Они, так сказать, это прямые конкуренты. И здесь очень, ну, некрасиво, они, в общем, так сказать, как бы от них клиенты уходят просто. Вот в чем дело. Вот, друзья мои, надо оценивать риски. Надо внимательно присматриваться, что за продукт. И просто с открытыми глазами смотреть, могут ли упасть акции «Алроса» еще больше или нет. Или какие там у меня структурные продукты. Просто я внимательно смотрю, что за активы. «Алроса», «Алмазы России», они падали в течение года. Они на низком уровне. То есть им падать уже, они начинают сейчас подниматься, кстати. Московская биржа, ну, она болталась-болталась и вдруг выросла. Ну, вы видите, что Московская биржа здесь на первом месте стоит. Вот она. Вот. НЛМК. В связи с падением цен на сталь он падал, сейчас начал подниматься. Вот он, НЛМК. Только-только. Ну, как бы он на нижней точке. И Сбербанк, Сбербанк как раз все печально, потому что Сбербанк весь год рос и потенциал роста у него закончился. Насколько он упадет, я не знаю, но это Сбербанк. Даже если я получу акции Сбербанка, привилегированные, ну, я думаю, что ничего страшного не произойдет. То есть это произойдет, когда я уже получу 20% купонной доходности. Ну, я надеюсь, что он не сразу упадет. Вот, ну, какую-то доходность я получу, а потом видно будет. То есть здесь надо понимать, что риски есть. И я просто иду с открытыми глазами и говорю, риски есть. Я надеюсь, что разъяснения достаточно полезные были. Напишите, пожалуйста, если у вас есть еще вопросы, задайте вопросы, потому что инструмент действительно достаточно сложный. И я просто убежден, что он хороший. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.